Итак, всем здрасьте, с вами Салат Машика, и видимо разрабам было недостаточно того, что они растяжали наших фреймов, забафали другие фреймов, и у нас есть новая статейка теперь касательно вооружения в арфе. И надо сказать, эта статейка, ого-го, чуть-чуть они прикольно можно побить почти утравнины Дайлона, потому что столько много всего поменяли и затронули. Но, тем не менее, есть некоторые общие моменты, которые выделить можно, а дальше мы уже пойдем по конкретным оружкам, так что это видос сначала сейчас смотрите, а потом уже думайте как хотите. В общем, суть в чем, это один из самых длиннейших вообще статей в мастерской разрабов, но есть некоторые элементы. В частности, теперь перепосетили, пересмотрели все оружие, и немножко поменяли статы касательно того, какому рангу мастерства они принадлежат. То есть, грубо говоря, есть у нас 4, ну 5 групп оружий, 5 групп, куда оружие можно пихать по рангу мастерства. Первый это для, ну условно для новичков, с 0 по 3 ранг мастерства требования, потом с 4 по 6, потом с 7 по 9, потом с 10 по 12, и с 13 по 15. 15 мастер ранг это предел для всех оружий, поэтому если 15 ранг, то вы одеть все оружие, в принципе, сможете. И также касательно утопщих изменений, например, пересмотрели некоторые требования по крафту в чертежах, и в некоторых оружиях теперь требуются ресурсы с травниной долона. Ну, если это более-менее подходит для микса, так сказать. Поэтому, если вы увидите новые ресурсы в оружиях, то не удивляйтесь, и с травнин также напихают. Также разрабы совершенно не трогали лучевое оружие, так как там нужно им посмотреть касательно урона, касательно скорости стрельбы и так далее. Но, рано или поздно, это сидел тоже появится, но лучевое оружие, ну и спойлер, оружие брюшневого боя тоже не затронули. Также конклав оружие, статы оружия в конклаве еще не смотрели в пвп-режиме, но, скорее всего, там тоже все это будет пофикшено, поэтому не обольщайтесь, любители пвп. Также, понятное дело, все это дело касается расчета, ну, в основном, базового вида урона, то есть без мода, без так далее. То есть, с модами это все дело может идти намного больше, понятное дело. И также оружием не трогали их совместимость с мр-чками нашими любимыми, поэтому мр-чки у нас остаются ровно такие же синергии, какие и были. То есть, ну, неплохо, неплохо, неплохо. И надо сказать, что вот касательно техгрупп, мр-коружие 0.3, 4.6 и так далее, там разработчики смотрели касательно того, какое оружие чем больше подходит, какое это оружие. Если они аппали их мастерства, но статы не подходили, то они бафали это оружие. Так что, надо сказать, из-за этого очень и очень много оружия получило баф. То есть, тут нерфов было очень мало, но да ладно. Также, ну да, в принципе все. Так что, эти моменты были общие. Сразу скажу, было очень-очень много бафов, поэтому, скорее всего, оружие, которое вы любите, уже получило ваш баф. Может быть и не сильно значительный, но вместе с комбинацией с модами, наверное, это хорошо. Но тридцатный момент, опять-таки, для новичков. Если у вас маленький рак мастерства, то советую аппнуть где-то до 15, чтобы вы в безопасности. Потому что, есть такая вероятность, что после патча вы не сможете одеть оружие, которым вы уже пользовались. В частности, например, по-моему, уже нет оружия. Хотя, не есть оружие нулевого ранга, но очень много было оружия и примера, которые нулевого ранга были. Стали там девятого ранга, седьмого ранга. Поэтому, приготовьтесь морально, потому что это может случиться. Теперь давайте касательно каждого оружия в отдельности. Потому что, нам надо это сделать. Давайте сначала касательно винтовочек. Винтовочки, основе это оружие. Пойдем с касательной категории, ранга мастерства с нулевого по третьего. Сейчас, если от Брэйта немножко бафнули, урон с 20 до 24 бафнули, статус шанс с 5 до 6 процентов, крит шанс с 10 до 12. Ну, неплохо, неплохо, подойдет. Элотрончик также, статус шанс с 10 до 12, крит шанс с 10 до 12. Ну, тоже неплохо, подойдет. Хотя, я не знаю, почему такие маленькие циферки, не знаю, как они там рассчитывали. Но, подойдет. Бафы всегда хорошо. Также у нас есть наша винтовочка Хинт, который стреляет по 5 пулечек. Статус шанс увеличивается с 10% до 15, крит шанс с 5 до 7. Ну, по-божески, наверное, по-божески. Бруста наша винтовочка, которая стреляет тоже очередями. Статус шанс с 10 до 18, крит шанс с 5 до 6. И крит урон со мультипликатор с 1,5 до 1,6. Тоже мелочь. Крак. Крак у нас увеличен раму с 0 до 3. Поэтому будьте аккуратны. Дамаг увеличен с 27 до 29. Статус шанс с 7% до 15. Ну, что довольно неплохо. И крит шанс с 3 до 9% хотя бы. Так шанс с 3% это блак, это дичь. Хотя бы 9. Ладно, пойдет. Болтер. Болтера у нас тоже немножко бафнули, стали добрый. Статус шанс теперь с 10 до 14% подняли. Крит шанс увеличились с 5 до 10%. И крит урон мультипликатор рапнули с 1,5 до 1,8. Ну, хоть что-то можно нубикам помочь. Тетрочка. Тетрочка наша винтовочка. Увеличен урон с 30 до 32. Статус шанс с 10 до 20% увеличен. Крит шанс увеличен с 3 до 4. Потому что логика. 1% это важно. Также уменьшена отдача время прицеливания. Увеличена точно с вами прицеливания. То есть заставляет немножко прицеливаться этой тетрочкой нашей. Но вот эти вот бафы на 1% меня просто вымораживают. Зачем? Ну ладно. Также горгон наш. Горгона наша пулеметчица. Статус шанс с 5 до 9% увеличена. Крит шанс с 10 до 17. И увеличена точность во время прицеливания. Ну, наверное, неплохо пойдет. Крит шанс довольно неплохо бафнули. Хотя горгона такая себе оружие. Дальше у нас категория оружия с 4 по 6 ранг. И идет наша винтовочка Дера. Корпусовская. Дамаг увеличен с 22 до 30. Статус шанс с 10% до 22. Что очень неплохо. Крит шанс увеличена с 2,5 до 8%. Крит мультипликатор с 1,5 до 1,6. Перезарядка с 2,37 до 1,8 секунды. Быстрее стало перезаряжаться, очевидно. И небольшая добавленная отдача. Чтобы сбалансировать весь этот коктейль. Деру хорошо так бафнули. Дальше идет у нас призма Тетра наша. Винтовочка непопытненькая. Увеличено требование равномаси с 4 до 6. Урон увеличен с 35 до 38. Статус шанс с 10 до 24%. Уменьшена отдача. Увеличено прицеливание во время прицеливания. Пойдет. Вот тоже очень хороший баф с 10 до 24. Очень хорошо. Дальше у нас Сибарис. Ну Сибарисом история короткая. Увеличен дамаг с 70 до 80. Как бы ладно. Сома та же история. Дамаг увеличен с 10 до 12. Бедная несчастная Сома. Так и не получил что хотела. Ну ладно. Брейтон Ван Далп у нас получил такие изменения. В частности. Раг мастерства теперь нужен не нулевой, а четвертый. Статус шанс увеличен с 10 до 16. И также скринт шансом. С 10 до 16. Немножко бафнули. Немножко повысили требования. Пойдет. Дальше с 7 до 9. Раг мастерства. Гема наша многострадальная винтовка. Кто помнит, то фармит. В общем. Поставлю за вас свечку в храме. Но да ладно. Дамаг увеличен с 35 до 47. Крит шанс увеличен с 7,5 до 90%. И то изменение наконец-то случилось, которое я ждал с выхода этой винтовки. Больше не требует и не потребляет патроны для винтовок. Наконец-то она полностью работает на хп. И будет забирать не просто патроны и хп, а будет забирать только хп при перезарядке. Наконец-то. Боже ты мой. Это случилось. Поздравляем. И также немножечко подправили то, как летят пульки. Ну, в плане красивости. Графики. Так что касательно гема, это довольно любопытное изменение. Наконец-то. Касательно атики. Вот этот вот арбалетик автоматический. Мастер ранг теперь нужен седьмой. А раньше был нулевой. Мультипликатор и крит урон увеличен с 2 до 3. То есть 3х, мультипликатор крита. Но при этом уменьшен урон с 125 до 80. То есть больше крита, меньше урона. Ну, как бы ладно. Дальше у нас идет страдовар, одна из моих любимейших винтовочек. Автоматчиков. При этом тут есть изменения касательно автоматического режима огня и полуавтоматики. В автоматике статус шанс увеличен с 5 до 12%. Крит шанс с 15 до 24%. При полуавтоматике статус шанс с 15 до 16%. Опять волшебные изменения. И крит шанс увеличен с 20 до 28%. Неплохой баф. И при этом уменьшена отдача при автоматической стрельбе. Ну, хорошо, ладно. Страдоварника не был топом винтовкой, но получше стало жить. Дальше крак призрак. Рангность рства требований увеличена с нулевого до седьмого. Что довольно существенно. Урон увеличен с 30 до 31%. Потому что ДЕ. Также статус шанс увеличен с 15 до 25%. И крит шанс с 5 до 13%. То есть винтовочка стала вполне себе неплоха. Учитывая данные проценты. Статус шанс сильно порадовал. Дальше Брейтен Прайм. Хорошая винтовочка. Довольно-таки классическая представительница данного класса. Требования по рангу теперь увеличены с нулевого до восьмого. Поэтому просто так вы ее не загробастайте. Но при этом есть маленький баф. Статус шанс увеличен с 20 до 26%. И крит шанс увеличен с 10 до 12%. Неплохо пойдет. Хотя бы таки себе баф. Ну ладно. Дальше у нас Деревандал идет. Тоже моя любимая винтовочка. Дамаг увеличен с 31 до 32%. Потому что логиняка. Требования по рангу мастерства увеличены с 4 до 7%. И теперь еще хорошее такое изменение. Статус шанс увеличен с 15 до 30%. То есть в 2 раза больше. При этом крит шанс увеличен с 5 до 8%. Такое типа. И перезарядочка. Так же как у Деревандал. Если мне не ошибаюсь в память. Увеличена скорость перезарядки. С 2,37 секунды. А 0,8 секунды. То есть побыстрее перезаряжаемся. И небольшая отдача добавлена. Деру неплохо так бафнули. Дальше у нас идет винтовочка Харпак. Это гранитская винтовочка. Которая альтернативно огнем. Выпускает гарпун. Который притягивает врагов. В частности. Вот по поводу гарпуна. Увеличен урон самого гарпуна. С 50 до 100. Вот этот базовый урон. И так немножко поменяли. Распределение типов урона. Которым можно нанести этим гарпуном. Раньше он делал только пронзание 100%. Теперь 40% это удар. 50% пронзание. 10% разрез. Видимо это сделано было для того. Чтобы учитывать все изменения. Касательно урона 2.5. Почему бы и нет. Дальше у нас добавили. Самому гарпуну. 17% шанс прокнуть статус. 20% критический шанс для этого гарпуна. То есть это все альтернативная атака этой винтовки. И добавили множитель крит урона. 2.3х для вот этого гарпуна. Ну как бы странные изменения. Но видимо это все связано с тем. Что распределили вот эти все 3 типа урона. И вот надо вот это было сделать. Дальше касательно самой винтовки харпок. Шанс был немножко усилен. С 10% до 17%. Крит урон мультипликатор был усилен с 2х до 2.3х. И немножко опять таки поправили пульки графически. Ну как бы ладно пусть не. Харпок никогда не была моей любимой винтовкой. Она довольно все таки была любопытной. Поэтому может быть я буду с ней еще бегать. Ну не знаю изменения довольно посредственные. Дальше гринлак. Вот эта винтовка непонятная гринлитская. Тут у нас что? Ранг простыства увеличен с 5 до 7. Урон увеличен со 120 до 187. Довольно неплохой прирост. Крит урон мультипликатор увеличен с 2х до 2.5х. Ну неплохо. Дальше у нас магазин у него. Увеличили с 6 патронов 9. Перезаряжается. Она также быстрее. Раньше было 2.1 секунда. Стало 1.7. И увеличена точность во время прицеливания. То есть балл довольно таки неплохой. Очень даже неплохой. Минтовочка стала хорошенькая. Дальше у нас по списку идет горгона призрак. Наш пулеметик. Который выдавали за всякие нам почести. Требование по рангамости стало увеличено с 3 до 7. Стату шанс с 15 до 21%. Крит шанс с 10 до 15. Мультипликатор крит урона увеличен с 1.5 до 1.9. Добавили всего нам патронов. Теперь 900 будет. И увеличена точность во время прицеливания. Такие дела. Дальше наша любимая игроката. Тот самый автоматик, с которым много чего у нас ассоциируется. Но теперь будет ассоциироваться меньше. Потому что требования по рангам мастерства увеличены с 0 до 9. Так что да. Но при этом урон увеличен с 11 до 17. Стату шанс увеличен с 20 до 21. Опять этот волшебный баф на 1%. И крит урон увеличен с мультипликатора 2х до 2.7х. То есть более-менее бафнули. Стоило того, чтобы бафать по рангам мастерства. Пойдет. Дальше пара цист идет. Вот это непонятный квантик, который был зараженный. Теперь требования по рангам мастерства увеличены с 0 до 7. Урон увеличен на 3 днинцы с 30 до 33. И опять-таки увеличена точность уменьшенная отдача во время прицеливания. Ну как бы опять. Плюс циферка, минус циферка. Особо ничего не решит. Дальше Латрон Призрак. Одна из моих любимых винтовок. Еще со старых времен. При этом у нее тоже ранг мастерства увеличен с 0 до 7. Сам по себе базовый урон увеличен с 50 до 72. Но при этом забавный факт. У нее уменьшен критический шанс 25 до 20%. То есть добавили урон, уменьшили крит шанс. Ну как бы ладно, бог с ним. Сома Прайм. Я понимаю, что ожидали у кого-то бафа. Но все, что и сделали, это просто увеличили ранг с 0 по 7 требования. Ну как бы, ладно. Почему бы нет. И похоже сделали с Декс и Баррис. Просто увеличили требования по рангам мастерства с 0 по 7. Это получается забавный факт. То, что сами по себе оружие Декс вы их получали бесплатно. В качестве, ну как бы, юбилей, март, все дела. Но при этом теперь получается только с 7 рангом мастерства можно одеть Декс и Баррис. То есть теперь если вы получите Декс и Баррис, то беда вам. Вы не сможете одеть. Дальше у нас Пантера. Это оружие, которое стреляет пилами и режет людей. Стату шанс увеличен с 20 до 24 процентов. И крит шанс увеличен с 10 до 12 процентов. Но опять-таки плюс-минус 2 процента особо тут роли не решают. База тоже очень маленький баф. Крит урон увеличен мультипликатор с 2,8 до 3х. Почему не был 3х, непонятно. Но у базы очень маленькая дальность эффективной стрельбы. Поэтому база все еще шлак в моих глазах. Хотя, кто знает, кто знает. Дальше у нас идет категория оружия с 10 по 12 ранг. Мастерства и вот Тенорочка у нас есть. Тенора-винтовочка. Завезли ее нам с Эктавиеса, правильно помню. Урон у нее увеличен с 23 до 24. Опять эти волшебные бафы на 1 единицу. Также стату шанс увеличен с 15 до 16. Опять 1 процент. Дальше крит шанс увеличен с 25 до 28 процентов. Тоже слабенькая. И основной баф тут был в том виде, что теперь увеличена скорость достижения максимальной стрельбы. То есть раньше надо было выстрелить 25 патронов для вот этого развинчивания винтовочки. То теперь надо только 16. Ну как бы ладно, бог с ним. Тенора была странной, так и стала странной. Дальше у нас идет базлок. Вот эта винтовочка с патроном маячком, который вы цепите на врагов. И пули летят в сторону этого маячка, минуя препятствия. В общем, повысили тут ранг с 9 по 11 требования. Но при этом также ускорили скорость полета снарядов в основном режиме стрельбы альтернативном. То есть когда вы стреляете маячком. И уменьшена отдача во время прицеливания. Базлок, да, у него были очень медленные снаряды. Но, хоть урона и не прибавили, но может быть это полезное изменение для базлока. Хотя популярной эта винтовка вряд ли станет. Дальше идет у нас Бурстен Прайм. Наши винтовки, которые стреляют очередями, только в праймовой версии. Теперь требования рангом и средства повышены с 0 по 12. А это значит только одно. Должны быть какие-то серьезные бафы для этого. И они есть, они есть. Стату шанс увеличен с 15 до 30%. Крит шанс увеличен с 5 до 18%. Крит урон мультипликатор увеличен с 1,5 до 1,8. Но при этом пожертвовали 3-ми единицами урона. Раньше был 39, станет 36. Но, все равно это довольно-таки существенные бафы. Поэтому, почему бы нет. Довольно-таки неплохая стала винтовочка. Дальше Тайберон. Винтовочка, которая вышла у нас с хрома, если не ошибаюсь. Увеличение по рангу мастерства произошло у нас с 4 до 10. При этом бафы тоже довольно-таки тут существенные. В частности, стату шанс увеличен с 2,5%. Это кошмар до 16. Крит шанс увеличен с 5% до 26%. Мультипликатор крит урона увеличен с 2 до 2,4. Но сам по себе урон немножко пострадал. Был 60, станет 44. Но, все равно, стату шанс серьезно бафнули, как и крит шанс. Поэтому, я думаю, это стоило того. Дальше идет у нас призма Грагона. Тот самый пулеметик, только в призмой версии. Тут у нас произошли какие изменения? Рак мастерства увеличен с 4 до 10. Стату шанс у нас увеличен с 5 до 15%. Крит шанс увеличен с 15 до 30%. При этом, сам мультипликатор крит урона у нас увеличен с 2 до 2,3. Но, сам по себе урон уменьшен на 2 единицы с 25 до 23. Стоит этого того-то жертва. Проценты очень сильно поднялись. Поэтому, хорошо. Идем дальше. Призма Грагата. Наша винтовочка, только призма, опять-таки. Требование по рамкам мастерства увеличено с 9 до 11. Урон при этом увеличен на 4 единицы с 11 до 15. И стату шанс увеличен с 20 до 21%. Опять, опять этот баф на 1%. Кто-то там в ДЕ сидел проценты добавлял? Кто такой, не знаю. Странный человек. Ладно. Дальше Латрон Праймая винтовочка. Только в Праймовой версии любимая. Но, да ладно. Так, требование по рамкам мастерства увеличено с 0 до 10. То есть, соответственно, уже намеки на бафы пошли. Урон увеличен с 85 до 90. Стату шанс увеличен с 25 до 26. Я опять промолчу про баф на 1%. Крит шанс увеличен с 15 до 22%. И мультипликатор Критон увеличен с 2,5 до 2,8. Ну, хорошо. Хорошо. Бафнули опять-таки. Требования по рангу, конечно, подняли. Но, все равно, это баф. Хотя и малозначительный. Дальше у нас Телос Болтер идет. Наш многострадальный Болтер. Только в вариации Телос. Ну, немножко бафнули. Стату шанс увеличен с 7,5% до 16. Крит шанс увеличен с 5% до 30. Что довольно неплохо. Крит при этом мультипликатор увеличен с 2 до 2,4 х. Но пострадал довольно-таки неплохо урон. Был 50, стал 30. Ну, учитывая, что проценты, в принципе, подкрутили. На это уже можно пойти. Дальше Квартек. У нас нет винтовочка. Которую недавно добавили у нас при охоте на гули заказ. Когда выходил патчик еще в том году. Но все, что сделали, это добавили рахмасиста. Повышение с 9 до 10. Зачем сделали, непонятно. Потому что винтовка только вышла. Зачем вообще повышать рахмасиста, непонятно. Причем непонятно, почему на эту цифру. Ну, в общем, перемена случилась. Придется нам с этим жить. Дальше у нас идет Зенит. Винтовочка, которая у нас получается за 300 дней вхождения. Нет, не за 300. За 600. За 600 дней вхождения в игру. И при этом... Нет. Так, я точно в видосе напишу, когда она входит. Я ее точно получал. Но, по-моему, она не 600 дней. Нет, не должна быть 600 дней. Ну, в общем, что с ней сделали. Повысили требования по рамгу мастерства с 5 до 10. И все, что из этого сделали, это добавили 4% статус шанса. Было 30, станет 34. Довольно странные изменения. Учитывая, что Зенит довольно слабенькая винтовочка. Ну, как получаемый за вход в игру. Но, тем не менее, ладно. Бог с ним. Дальше идет у нас Супра. Если я правильно помню, это корпусовский пулемет. Требования по рамгу мастерства увеличены с 7 до 12. То есть, уже намеки на бафы пошли. Статус шанс увеличен с 5% до 22. И крит шанс увеличен с 2,5 до 20%. Это довольно существенно. То есть, довольно неплохо подкрутили. Опять-таки, это очень хорошие цифры. Когда больше 20, или равно 20. Крит урон увеличен с 1,5х до 0,8х множитель. Тоже неплохо. Также увеличена скорость полета снарядов. Увеличена точность во время прицеливания. Но, сам по себе, урон пострадал. Каче с компенсацией. Был раньше свой купный урон 45. Стал 36. Ну, как бы ладно. На эту жертву можно пойти. Жюги. Это нечто похожее на арбалет, если я правильно помню. Тоже основной оружия. Но, все, что с ним сделали, это просто повысили требования по рангу мастерства с 0 по 10. Больше ничего мы не сделали. И финально идет у нас окончание этого фестиваля в плане основной оружки. Болтер Прайм. Ну, вообще, это группа оружия и страна 115 ранг. Болтер Прайм. У нас теперь повышено требование Болтера Прайм со второго ранга по 14. Это очень большой намек на баф. Собственно, что произошло с Болтером Прайм. Стату шанс увеличен с 10 до 24%. Крит шанс увеличен с 5 до 20%. Но пострадал при этом урон на 11 единиц. Был раньше 55, станет 44. Но все равно стоило того. Болтер Прайм, в принципе, была довольно слабой оружкой. Хотя, одно из основополагающих еще те времен. Когда еще те времена, когда Риначи с Болтерами бегали. Но стату шанс и крит шанс в приросте, я думаю, скажется довольно существенно. То есть, это баф. Дальше у нас идет Суправандал. Наш пулеметик. Требование по рангу Мастерства увеличено с 10 до 14. Стату шанс увеличен с 5% до 22. И крит шанс увеличен с 2 спавильной до 20%. То есть, в основном, то, что с Болтером произошло. И вот так же крит урон множен, увеличен с 1,5 до 1,8. Ну да, то же самое же с Болтером сделали. Также увеличено сквозь полету снарядов. Вылечено точность прицеливания. Но дамаг уменьшен с 45 до 36. То есть, та же тенденция, да. Довольно неплохо. Все равно, подциферки хорошо подкрутили. Дальше у нас идет Оптикор. Но Оптикор, видимо, в свете того, что использовали часто при охоте на террористов вместе с Хромой. Его, не то чтобы мы нерфнули, но повысили требования по рангу мастерства с 6 по 14. Больше изменений никаких не было, поэтому нам придется с этим смириться. Оптикор стал таким high-end level контентом. И дальше у нас есть наш посох Ферекс. По-моему, единственный посох, который вообще что-то с ним делали. Это повысили ранг мастерства с 7 по 14. Крит шанс мы увеличили с 30 до 32%. И крит урон ношу телем увеличились с 2,5 до 2,8%. Слабые изменения, очень слабенькие, но все-таки не есть в положительную сторону. Довольно-таки, я считаю, неплохо. То есть, вы уже прочувствовали такую тенденцию, что большинство оружий повышали им ранг мастерства, но при этом также их бафали. Но были исключения. Дальше, ну как бы это еще не все уже, мы только начинаем. Дальше у нас идут дробовички. Поэтому, если вы за дробовичками, то, пожалуйста, ваш черед настал. Но при этом, касательно всех дробовиков, стоит сразу отметить, разработом написали, что приближение при прицеливании у всех дробовиков уменьшили, кроме Астилы. Это дробовичок Гары, который стреляет кусками стекла. Поэтому теперь приближений будет заметно меньше. Давайте вперед. Ну, тут, в принципе, дробовичков меньше, чем автоматиков. Поэтому давайте сразу. У нас группа оружий с рангом СС-4 по 6. Драгун. Вот это вот наше нечто, что заряжается. Четырехствольное или восьмиствольное. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Драгун. Требования по рангом СС-100 поднялись с третьего по пятый. Соответственно, если подняли, надо забафать. Что произошло? Быстрый выстрел, когда вы не заряжаете. Урон увеличен с 35 до 40 за пулю. Статус шанс увеличен при этом с 10% до 23% в заряженном состоянии. То есть, вот такие у нас тут дела. Также увеличена скорость полета снарядов. Уменьшено время заряда самого снаряда. То есть, когда вы заряжаете с одной секунды до половины секунды. Также теперь сам по себе снаряд, он существует не 4 секунды, а 2 секунды. После 2 секунд он распадается, видимо. Что, скорее всего, означает то, что эффективная дальность стрельбы уменьшена в 2 раза. То есть, это довольно существенно может быть, но тесты нужны. И сам по себе урон заряженного выстрела уменьшен с 90 до 70 за пулю. Поэтому в чем-то потеряли, в чем-то получили. Но драгун никогда не был моим любимым дробовиком. Так что, черт его знает. И кохум у нас есть дробовичок такой автоматический. Требования по рангу мы сестапа вывесили с до 2 до 5. Но довольно слабенькие изменения были, кстати, на этом оружии. Крит шанс добавили нам 1%. Опять этот 1% маньяк. С 10% до 11%. И крит уроножитель добавили с 2 до 2,3х. Ну, как бы, такие себе изменения. Также у нас открывается группа оружий. Вот, ранг мастерства с 7 по 9. Тигрис. Тигрис наш дробовичок, который произвел свою революцию в свое время. Что с ним сделали? В первую очередь, ему повысили требования по рангу мастерства с 4 по 9. Ну, и напрашивается баку. Соответственно, что произошло, так ему повысили шанс статуса с 25 до 28. Ну, что довольно слабенькое. И крин шанс увеличили с 5 до 10%. Тоже довольно слабенькое. Хотя, опять-таки, стоит учитывать, что эти изменения касаются каждой пули, выпущенной тигрисом. Поэтому тут надо было не напортачить. Все равно, баф есть баф. И Собик у нас дробовичок входит в эту же категорию. Ему повысили требования по рангу мастерства с 4 по 7. И что ему сделали? Ему повысили статус шанс с 15 до 27%. Крит шанс повысили ему с 10 до 11. Опять это процентный маник, здрасте. И ему также повысили скорость перезарядки. Раньше было 4 секунды, стало 2,7. То есть Собик какую-то любовь от разрабов наконец-то получил. Да и Собик, насколько я знаю, это довольно старенький такой дробовичок. Поэтому, слава богу, дожил. Теперь требования у нас идет вообще все вот эта оружка. Дальше идет требования по рангу мастерства с 10 по 12. Вот уже ранее помятая стила. Все, что и сделали, это не уменьшили обзор приближения, когда она прицеливается. И повысили требования по рангу мастерства с 7 по 10. Ни больше, ни меньше. Все. Дальше у нас идет стран-призрак. Что ему сделали? Требования по рангу мастерства увеличились с 0 по 10. Ну, соответственно, вперед бафы. Урон увеличились с 30 до 40 за пулю. Крит шанс увеличились с 15 до 18%. И крит множитель увеличились с 2 до 2,2. Ну, как бы, ладно. Стран-призрак и стран-призрак. Дальше это у нас Санкти Тигрис. Драбельчок, с которым все время много бегал. Но ему только сделали прибавление в шанс статуса с 25 до 28%. Ну, и сразу спойлер. Тигрис прям никто не отрогал, каким был он такой остался. Дальше у нас Вепрь-призрак. Повысили ему требования с рангом из со 2 по 12. И благодаря этому Вепрь-призрак получил довольно-таки неплохой прирост к урону. Был раньше 23 урона за пулю. Стало 40 за пулю. То есть, довольно ощутимо должно быть. И немножко у нас бафнули Аркоплазмор. Раньше в магазине было 6 патронов, стало 10. Что довольно-таки интересно. Так как, вроде как натуралистов использовали у нас Аркоплазмор. Но вот что-то решили больше нерфануть Аптикор в плане повышения ранга мастерства. А Аркоплазмор решили оставить таким, какой он есть. Но, ладно. В принципе, тут конкретно оружие в основном не нерфят. Без причин. Ну, да ладно. Дальше у нас идёт такая группа оружия, как всякая взрывоопасная. Типа гранатомётов. Давайте же смотреть, что нам тут разрабы с таким классом оружия натворили. Но тут оружия не очень много. Слава богу. Так. Требования. Парагума и СС-2 с 4 по 6. Вот такая у нас будет группа оружия. Торит. Торит, насколько я помню, это такая нечто заражённая ахинеей, которая стреляет непонятными ахинеями. Хорошее описание, но да ладно. Собственно, что Ториду сделали? Во-первых, мы ускорили, увеличили скорость стрельбы. Во-вторых, ускорили скорость перезарядки с 3 секунд до 1,7. Увеличили скорость полётов снарядов. И также немножко подправили саму траекторию полётов снарядов. Ну, как бы, бог с ним. Чё-то не урона, не шанс, ничего не добавили. Видимо, разрабы решили, что всё там в порядке. Бафнули перезарядку. И слава богу, муская стрельность тоже неплохо. Хотя, насколько бафнули муская стрельность, неизвестно. Но да ладно. Дальше наш многострадальный Тонкер, на которого мы в давние времена уповали. Который нас не убивал до одного патча, когда можно было наносить наконец-то себе урон Тонкера. Мы все про него позабыли. Что ему сделали? Ему, во-первых, увеличили скорость полёта снарядов. И, во-вторых, сделали так, что сам по себе снаряд, он существует не только в течение трёх секунд, как запущен, но он существует одну секунду после того, как в первый раз он отскочит. То есть, до того, как он отскочил, он будет существовать хоть целую вечность, но как только отскочил, через секунду он взорвётся. Ну и также немножко перерисовали саму траекторию полёта. Почему бы нет? Ну да ладно. Тонкером я сильно любитель не был. Особенно после нерфа. Поэтому бог с ним, Тонкер. Спи спокойно. И дальше у нас есть такое нечто, как Скорч. Я уже даже забыл, что это такое. Сильно хочу вспомнить. В скобочках нет. Но да ладно. Суть в том, что для этого оружия у нас повысили урон с 30 до 70. Что должно быть довольно ощутимым. Пока мы это сделали для основного режима ведения огня. Ну да ладно, да ладно. Неплохо. Когда просто прибавляют плюс 40 урона, чувствуется, что что-то тут происходит. Так, дальше у нас идёт требование по рамкам Асиста категории с 7 по 9. Что у нас тут, собственно, происходит? У меня есть у нас тут Огрис. Вот это тот самый гранатомёт, который гремельски стреляет огнём. Ему что сделали? Теперь он заряжается не 0,8 секунд, а 0,3 секунды. И также ему увеличена скорость стрельбы. Так что Огрис тоже любовь и получил. Дальше уйдёт у нас Зар. Вот этот дробовичок, который у нас появился с войной внутри крепости Кувы. То есть вот это вот стилизованное под Кува оружие. Что нам тут сделали? Статус шансовичен с 20 до 29%. Крит шансовичен с 15 до 17%. Также такое интересное изменение, как теперь эффект древитации на сам снаряд менее ощутим. Что бы то ни значило. Надо будет лестить. Скорее всего, он будет как-то странно лететь. Ну и также немножко подправили траекторию в самый внешний вид. Так что вот такие изменения касательно Зара. Любителям Зара никогда не был. Но в общем, любители Зара, если вы такие есть, в общем, на вашей улице также праздник. Дальше идёт у нас Джавлок. Вот это нечто с посохом, который взрывается. Что нам тут сделали? Требования по рамкам эсиста повысили с 6 по 7. Что, ну, казалось бы, нам прошлось на незначительный баф. Но, тем не менее, у нас добавили урон основного режима ведения огня со 185 до 230, что довольно-таки неплохо, я считаю. И также перезарядочку у нас увеличили скорость с 2,2 секунды до 1,9, то есть где-то на 0,3. Ну, такой себе. Мне больше порадовало то, что урон бафнули, но Джавлоком я тоже не любитель пользоваться вообще никакой. И единственный гранатомитик, который получил у нас изменения в такой категории рангов, как 10-12, это Секура Пента, наша многострадальная. Что и сделали, её довольно-таки неплохо бафнули, относительно. Опять-таки, тут добавили стату шанс с 10 до 26%, крит урон добавили с 10 до 26% тоже, но при этом порезали урон с 375 до 300, то есть минус 75 урона сразу. И также всего вы можете таскать не 30 снарядов с собой, а только 28. Поэтому крутанули, конечно, не неплохо, но то, что минус урон, конечно, ай-яй-яй, таким гранатометчиком особо не побегаешь, но кто знает, время покажет, время покажет. Теперь давайте уже перейдём к непосредственно вторичкам. Когда я говорю к вторичкам, я имею в виду пистолеты. Давайте же посмотрим, что тут происходит, эта категория тоже должна быть многозначительная, как в винтовке, пожалуй, но давайте смотреть. Итак, категория оружия с нулевого по третье. Вот это грязь наша. Так, Сир. Сир, если я правильно помню, приводится как Пророк. Должен падать с Капитана Вора. И что сделали нашу бедному пистолету? Ему добавили статус шанс с 10 до 13% и, о боже мой, раньше это было оружие, которое не имело крит-шанса. Вот это нечто, что существовало всё это время. Ему наконец-то прикрутили крит-шанс 5%. Так что, наверное, надо поздравить Пророк. Наконец-то он получил механику критического урона. В связи с этим, понятное дело, также убафнули мультипликатор крит-урона с 0 до 1,5х. Поэтому поздравляем, можно похлопать. И также уменьшили приближение Пророку с 5х до 3,5х. Потому что раньше приближение было дикое, как будто у снайперки. Всё-таки уменьшили, слава богу. Дальше у нас идёт такой пистолетик, как Кракен. Кракену что сделали? Статус шанс увеличили с 10 до 13%. Увеличили урон на две нючки с 45 до 47%. И также добавили уменьшение отдачи во время прицеливания. Ну, как бы ладно. Плюс-минус особо не решит. Дальше у нас идут ножички наши. Кунаи. Что с ними сделали? Статус шанс увеличили с 2,5 до 8%. Крит шанс увеличили с 2,5 до 8%. Крит урон мультипликатор увеличили с 1,5 до 1,6. И урон увеличили тоже на единичку с 45 до 46. Странные изменения, особенно когда поднички добавляют. Ну, как бы Кунаи хотя бы оружие. Им кем-то можно убить, наверное. Потому что 2,5% это издевательство над оружием. Дальше у нас идут хикоу. Если я правильно помню, это тоже метательный вид оружия. Статус шанс увеличен с 2,5 до 12%. Крит шанс увеличен с 2,5 до 4%. И крит урон мультипликатор, видимо, увеличен с 1,5х до 1,6х. Что тут разорвано портачили, вместо х написали проценты. Ну, ладно. Видимо, вместо х. Ну, тоже хикоу. Грязь какая-то. Крит шанс 4%. Это вообще не серьезно. Ну, хоть не 2,5, наверное. Спасибо. Дальше у нас пистолетик символичный лата. Что же сделали с лата? Ему просто добавили статус шанс с 3% до 6%. И крит множитель ему сделали с 1,5х до 1,8х. То есть, боже мой. Что это за бафы такие? Ебогу. Ну, хотя ладно. Лата есть лата. Что же сделали с ак лата, спросите вы? Во-первых, подняли ранг мастерства требований с 0 до 3. То есть, просто так не купил, что купил, прокачал и повышение ранга мастерства поехал. Нет. Теперь с 3 ранга, извините. Наши статус шанс увеличены с 3% до 6%. Критрон увеличен мультипликатор с 1,85х до 1,8х. И понизили скорострельность. То есть, унизили, видимо, оклады как могли. Бедное оружие. Зачем его нерфить? Не знаю. Ну, как нерфить? Финячески, да. Такой себе баф. Такой себе нерф. Ну, да ладно. Дальше у нас идет Сикарус. Наш пистолетик. Что с ним сделали? Статус шанс у нас увеличен с 5% до 6%. Крит шанс увеличен с 15% до 16%. Боже мой, этот маньяк 1% точно, он меня бесит. Дальше отдачу у нас уменьшили во время прицеливания. И урон уменьшили с 40% до 30%. Так ощущение, как будто я тоже понерфили, ебовую. Ну, ладно. Бедный Сикарус. Не знаю, за что он получил такое. Нагоняй. Ну, ладно. Дальше у нас идет Фуриз. Наш пистолетик-пулемет. Теновский. С ним сделали такой гадость. Статус шанс увеличен с 8% до 12%. И точность повышена во время стрельбы. Все. Ну, как бы ладно. Бог с ним. Дальше у нас идет Кастанас. Кастанас это, по-моему, такие тоже метательные штучечки, которые можно бросать на пол и потом дистанционно активировать. Если я все правильно помню. Урон увеличен у них со 100% до 160%. Статус шанс увеличен с 10% до 22%. Крит шанс увеличен с 5% до 8%. Увеличена скорость полета снарядов. При этом в состоянии расположения, то есть, когда они уже готовы на земле, радиус действий увеличен с 2 до 3 метров. Также мультишот работает на дополнительные вот эти вот снаряды, но только по горизонтальной линии. Но при этом вы можете с собой их таскать больше не 30 штук, а 12. То есть, вот такие. Кастанасы забафали, но у вас отобрали их. То есть, они стали мощнее, но, видимо, стали тяжелее. И, понятно, у них ручки маленькие. Видимо, не могут они уже больше с собой таскать 300 штучек. Только 12. Ну, ладно. Дальше у нас идет группа оружий с 4 по 6 ранг. И вот она, наша гадюка вайпер. Что сделали с вайпером? Требования по рангу массивства увеличили опер с 0 до 4. Во-вторых, дамаг увеличили с 16 до 17. Боже мой, какое изменение. Теперь, внимание. Статус шанс увеличен с 1% до 11. Просто белиссимо. У нас в игре было оружие с шансом статуса 1%. Просто, почему вообще в игре было с этой ременью, я не знаю. Наша перезарядочка. Скользь перезарядки увеличена с 1,1 секунды до 0,7 секунд. Что одно из самых быстро перезаряжающихся оружий. Если вообще не самое быстро перезаряжающее действие. Также урон увеличен с 16 до 17. И всего патронов увеличили нам до 420. Что, в принципе, неплохо для пистолета. Ну, как бы ладно. Никто им особо пользоваться не будет. Наши парные гремли наступают в бой. Оружие, которое у нас дропается с парочки вор плюс... Кто у нас там? Наш леденый парень. Еще раньше там тренинг опадал, если я правильно помню. Теперь экскалибур должен-то падать. Хотя я могу совершенно все напутать. Поэтому не верьте мне. Верьте тому, что я говорю сейчас. Рахмастерства парным гременом увеличили с 0 до 5. Также урон за бафами с 30 до 37. Шанс статуса бафами с 10 до 15. Ронад уже сам произошел с крит шансом с 10 до 15. Перезарядочка убыстрилась у нас. Раньше было 2 секунды. Станет 1,1. Увеличен сквозь полет снарядов. И также подправили на мальчике нам траекторию. Как выглядит полет снарядов. Ну, парные гремли я никогда им особо не увлекался. Хотя почему-то в памяти они у меня постоянно были. Но, как бы, ладно. Чуть-чуть бафнули. Спасибо. Дальше Васта. Васта наш револьверчик. Что с ним нам сделали? Во-первых, повысили по данным делам требования паранга мастерства. Раньше был 0 и стал 4. Далее шанс статуса увеличен с 5 до 8%. Крит шанс увеличен с 15 до 20%. Множитель крита урона увеличен с 1,5 до 1,8. И урон увеличен с 50 до 58. То есть, немножко там плюсик, немножко там плюсик. Хорошо. Теперь наше отчаяние. Деспейр. Вот эти вот ножички сталкера. Что с ними сделали? Боже мой. Сколько их не трогали. И, как бы, сколько их не трогали, то есть, уже означает, что они были хламом. Хламом были почему. Раньше был ранг мастерства 0, стал 4. Теперь. Шанс статуса и крит шанс. У них раньше был 2,5%. Что делает их одним из самых мусорных оружий в игре. Теперь уже станет и шанс статуса и крит шанс 16%. То есть, теперь можно этим хотя бы кого-то попытаться убить. При этом крит урон мультипликатор раньше был 1,5. Стал 1,6. То есть, 1,6. И сам по себе урон увеличен с 55 до 58. Ну, как бы, ладно. Бог с ним. Теперь цестра. Цестра это такой пистолетик, который раскручивается и стреляет все быстрее и быстрее. Теперь это быстрее и быстрее происходит все быстрее и быстрее. Так что, хорошо. Добавили вот эту вот раскрутку. Так, дальше. Дальше у нас добавили статус шанс 5% до 20%. Сам по себе крит шанс добавили с 2,5% до 6%. И крит множитель добавили с 1,5х до 0,6х. Ну, как бы, ладно. Цестра хотя бы статусы теперь может накладывать. Спасибо и большое. Наши хикоу прайм. Наши метательные штучечки. Урон у нас увеличен с 32 до 36%. Статус шанс увеличен с 15% до 28%. То есть, неплохо так довольно-таки, да. Крит шанс увеличен с 2,5х до 6%. Было 28%, стало 6%, да. То есть, ну, такое, опять-таки. Странные цифры. И крит урон мультипликатор очень с 1,5х до 1,8х. Как бы, спасибо. Не знаю, зачем, но спасибо. Дальше у нас парные гадюки подъехали. Раньше был требование по 0,5х. Стал 5. Опять добавили 1 к урону. То есть, было 16, стало 17. Опять этот волшебный статус шанс в 1% превратился в 11. Не знаю, может, кто-то у дэшника специально ошибся. И вместо единички добавил еще одну единичку и стало 11. Ну, а то, что 1% был даже у парной версии парный гадюк. Это просто кошмар. И всего патрончиков также можно с собой отыскать 420. Поэтому, спасибо вам, дэшники. Да, спасибо. Так, дальше у нас идет гадюка-призрак. В одиночном варианте. Потому что, я не знаю, это здесь существует. Потому что она есть. Так, требование по регламенту стало увеличено с 4 до 6. Потому что, почему бы и нет. Статус шанс увеличен с 5 до 9%. Поэтому получайте, любители одного пистолета. Шанс статус, тьфу. Крит шанс увеличен с 18 до 19%. И ама-пул тоже 420 патронов. Поэтому. Потому что, почему бы и нет. Так, дальше у нас идет акзани. Акзани у нас, что у нас не получается. Требование по регламенту стало увеличено с 0 до 4. Также шанс статуса увеличен с 5% до 14%. Крит шанс увеличен с 5 до 14 также. Уменьшена отдача и увеличена точность в форме прицеливания. Но при этом единичка урона пропала. С 13 стала 12. Ну, типа баф. Наверное. Да. Типа баф. Любители акзани и поздравляю. Дальше у нас идет ангстром. Вот эта вот вторичка, которая гранатомет. Что с ней сделали? Ей поменяли прямой тип урона удар с 175 до 200%. То есть баф немножечко. Статус шанс увеличен с 10 до 22%. Крит шанс увеличен с 5 до 16%. Но всего вместимость патронов уменьшена с 30 до 18. Не больше, не меньше. То есть патрон стал меньше, но они стали лучше. Это хорошо. Афурис. Что нам сделали с Афурисом? У нас теперь увеличенное точность прицеливания. Но при этом Афурис стрелит медленнее. Все. Жалко рушку. Дальше идет у нас Азима. 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 Тут самый пистолетик, который давали тоже за вхождение в игру. Который тоже был довольно-таки бесполезный. Что нам с ним сделали? Требования по рогу мастерства увеличились с 5 до 6. Статус шанс увеличили с 10 до 16%. Тот же самый с крит-шансом с 10 до 16. И немножечко поменяли анимацию стрельбы. Ну, как бы, ладно. Азима есть Азима. Дальше у нас идет кустер. Кустер это гринецкий пистолетик, который встроял взрывом. Довольно-таки неплохая была штука. Может быть сейчас тоже неплохая. Давайте посмотрим. Требования по рогу мастерства увеличились с 4 до 5. Также изменили урон при контакте с врагом от взрыва. Теперь он удар. И, соответственно, у нас теперь есть гарантированный шанс сбросить цель. При этом случае, если вы попадаете снарядом прямо по цели. Она так как упадет и будет корчиться. При этом сам по себе урон на контакт со снарядом увеличен со 175 до 200. А сам удар взрывной, который, ну, соответственно, в радиусе 10 снаряда увеличен с 200 до 300. Статус шанс увеличен с 10 до 19. Крит шанс увеличен с 5 до 17%. Крит множителю, чем с 2х до 2,3х. Но опять патроны стали тяжелее. Поэтому мы их носим не 30, а 12. Также немножечко подправили траекторию стрельбы снарядов после изначального взрыва. Добавили отдачу. Уменьшили точность. То есть чуть-чуть подправили. Ну, как бы ладно. Циферки подкрутили. А уж с отдачей и точностью мы уже сами должны как-то справиться. Дальше требования прагового сества с 7 по 9 у нас идет оружка. Что нам сделали? Спира. Спира это тоже метательная штучечка. И раз уж она попала в эту категорию, то повысили требования прагового сества с 1 до 8. Соответственно, что они для этого сделали? Они повысили урон с 55 до 82. Стату шанс увеличили с 5 до 8%. И крит шанс увеличили с 25 до 30%. Ну, как бы ладно. Экстилета. Экстилета. Наши пистолетики-пулеметики парные. Что они тут нам придумали? Мастерство у нас повысили со 2 по 8 требования. Стату шанс 15 по 18. С 15 до 18. Крит шанс также был 15% в 118. Крит множить был 1,5х. Стал 1,8х. И урон увеличили с 18 до 28. Ну, ладно. Плюс-минус. Опять вот это моя любимая вещь про плюс-минус. Все, в синим пользоваться к Сейта. Пользуется к Сейта-прайме. Так что ладно. Парные цестеры. Что они делали с парными цестерами? С нами шуми этими пистолетиками, которые развинчиваются. Мастерство с 4 до 7 подняли. Увеличена скрестриальность во время раскручивания. То есть хорошо. Стату шанс 5 до 20%. Крит шанс 2,5% до 6%. То есть довели до чего-то божеского хотя бы. Крит множить из 1,5х до 1,6х. И увеличена патрона в магазине со 100 до 120. Поэтому пойдет. Наш у нас идет пистолетик с зараженной Тайсис. Который вроде и кейстряет коррозии, если мне не ошибает память. Требования по рамку мастерства увеличены с 4 до 9. Урон увеличен с 35 до 79. Что получается, да, больше чем 2 раза. При этом крит шансов очень с 2,5 до 3. Я не знаю, какой-то маньяк прибежал. На полпроцента добавил. Также немножко увеличен полет. Ну как увеличим. Подправлен немножко полет самого снаряда. Но при этом, видимо, патроны пистоли тяжелее. И в обойму помещается не 15. Соответственно, патронов пуль. А 11. Ну как бы ладно. Хотя бы урон увеличили. Зато спасибо. За полпроцента крит шанса особенно спасибо. Дальше у нас идет аксомати. Что сделали с аксомати? С нашими непонятными пистолетиками. Которые делали с креотикой. Повысили требования прагма мастерства 6 по 9. Статус шанс добавили 3% с 5 до 8. И крит шанс добавили с 20% до 24%. Ну опять, плюс, минус. Ладно. Покс. Что у нас сделали с поксами? Это такие непонятные опухоли, которые вы кидаете врагов. И стреляют токсинами в них. Требования прагма мастерства добавили 6 по 9. Урон увеличили с 50% до 77%. И траектория также будет немножечко подправлена графически. Поэтому, ну, как бы, ладно. Типа 27. Все. Ладно. Пандера. Пандера у нас пистолетик, который появился тоже с октавией. Сделали с ним что? Урон увеличен с 76% до 86% на десяточку. Статус шанс уменьшен. На 1% с 15% до 14%. Крит шанс тоже был уменьшен с 30% до 26%. И крит множитель был уменьшен с 2x до 2x. То есть, трудно сказать. Скорее всего, Пандера понерфали, хотя непонятно зачем. Но это произошло. Это один из тех редких случаев, когда тут можно уверенно говорить о том, что, скорее всего, дело мы имеем с нерфом. Ну да ладно. А квас-то? А квас-то сделали вот что. Требования по рамку мастерства увеличили с 0 до 8. Урон при этом повышен с 50% до 58%. Шанс статус увеличен с 5% до 12%. Крит шанс с 15% до 16%. Крит множитель с 1,5x до 20,8x. Перезарядка при этом была, ну как сказать, умедлена. С 3 секунд до 3,4 секунд. И сама скорость стрельбы также была уменьшена. Поэтому с револьверчиками особо нам не побегать. Потому что сильно, но кое-что бахнули. Слава богу. Дальше парные гадюки призрак. Шо нам сделали тут? Требования по рамкам мастерства увеличены с 0 до 7%. Статус шанс увеличен с 5% до 9%. Крит шанс увеличен с 17% до 19%. При том, что нам также добавили весь наш монопул. Тьфу, монопул. Заговариваюсь уже. Добавили нам совокупные качества патронов. Довели нам до 440. Встать 40. Ну, пострелять можно, наверное. Дальше у нас немножечко, ну, как сказать, бафнули. Пересмотрели. Лата вандал. Хотя большинство из нас, конечно, лата вандал в жизни не видела. Но, тем не менее, это оружие есть. Надо что с ним делать. Требования по рамкам мастерства увеличены с 4 до 7%. Статус шанс увеличен с 5% до 10%. Крит шанс с 20% до 26%. Крит урон. Множитель увеличен с 2х до 2,4х. Но, при этом, сам по себе урон чуть-чуть пострадал. Был 50-146. Но, я думаю, это слабая жертва по отношению к тому, как подкрутили проценты. Поэтому, типа баф. Дальше у нас идет стуба. Пистолетик, который мне понравился. Тоже он привелся с гулями. Что с ним сделали? Повысили требования по рамкам мастерства с 5 до 7. И крит шанс у нас вычезли с 21 до 23. То есть, смутные изменения, но не произошли. Дальше у нас идет марлок. Который у нас просто рамкам мастерства подняли с 5 по 7. Лиг с прайм. Та же история. С 5 по 8 рамкам мастерства подняли. Фусилай. Фусилай это метательное оружие, которое добавили с Гарой. Что сделали? Повысили требования рамкам мастерства с 5 по 7. И теперь они, видимо, стали тяжелее. Просто потому что они стали тяжелее. И можно их с 7-го и носить только 72. То есть, это нерв. Ну, это очень странный нерв, но это нерв. Акджигара. С Акджигара у нас вот что сделали. Требования по рамкам мастерства подняли с 3 по 8. Теперь они сделали так, что стреляет оно очередями, а именно двумя патронами как-то после себя. В общем, надо смотреть, как там по механике стрельбы. Теперь это все дело работает. Статус шанс увеличен с 20 до 28. Крид шанс увеличен с 5 до 6%. Однопроцентному маньяку привет. И магазин стал чуть больше. С 24 патроновыми стало 36. Парные игрокаты. Парные игрокаты немножко пострадают в том плане, что раньше их можно было носить на нулевом раннем мастерства. Стало на девятом. Поэтому нубики, извините. Парные игрокаты на этом ново заканчиваются. И все. Больше изменений никаких не было. Талоны. Талоны что сделали с талонами? Требования по рамкам мастерства подняли с 5 по 8. Статус шанс с 10% до 26%. Крид шанс с 5% до 22%. Крид урон, множитель 1.5x был, 2x осталось. Мультишот также теперь распространяется у нас по горизонтали. Потому что почему бы нет. Но при этом, понятное дело, наши талоны стали тяжелее. Поэтому носить мы сможем не 20, а 12. Такие дела. Призма ангструм. Тот же самый гранатометик вторичный, но призма версия. Требования по рамкам мастерства подняли с 4 по 8. Прямой урон. Вот это вот удары. Увеличен со 175 до 200. То есть так же, как у основного вида оружия. Того базового просто ангструм. Статус шанс увеличен с 10% до 26%. Крид шанс с 5% до 18%. Крид множитель увеличен с 2x до 2.2x. Но патроны тяжелые. Поэтому раньше было 30, стало 18 всего. Не в обоим, а всего. Дальше у нас идет группа оружий. Требования по рамкам мастерства с 10 по 12. В частности, тут представляется в Сазум Магнус. Этот пистолетик. Требования по рамкам мастерства подняли с 4 по 10. Рон также увеличен с 45 до 84. Ну, чуть ли я не знаю. Прорвало разрабов. Чуть ли не в 2 раза больше добавили урона. Статус шанс у нас с 20 до 25%. Крид шанс. Та же история с 20 до 25%. И перезарядочка стала быстрее с 2 до 1,6 секунды. Пойдет. Парные двойные вот эти вот. Секуры парные цестеры. Что с ними сделали? Это фирменная оружка последовательства Сепарина. Так. Требования по рамкам мастерства подняли с 6 по 10. Также теперь это все дело быстрее развинчивается и стреляет. Шанс статуса повышен с 7,5% по 2 до 20. Крид шанс увеличен с 5% до 16. Крид множеств из 1,5х до 1,6х. Но при этом немножечко урон пострадал. Был 30, свой куплен стал 28. То есть бафнули. Это очевидно баф. Хотя 2 урона мы потеряли единицы. Но тем не менее. Дальше Ак Магнус. Уже говорили про Магнус. Давайте Ак Магнус. Ак Магнус у нас увеличен теперь урон. Как урон. Требования по рамкам мастерства с 0 по 12. Опять чуть ли не 2 раза увеличили нам в совокупный урон с 45 до 84. Шанс статус увеличен с 20 до 22. Тоже самый скрид шанса с 20 до 22. Правда перезаряжается теперь эта вещь. Дольше. Был 3 секунды стал 3,4. И также стреляет это все дело медленнее. То есть тут-то предназначение этого есть. Но да ладно. Спиропрайм. Что по поводу спиропрайм. Наши метательные штучечки. Требования по рамкам мастерства увеличены с 3 до 10. Урон увеличен с 47 до 60. Статус шанс увеличен с 10 до 14. При этом крит шанс не трогали. Но крит урона множители увеличены с 2,5 до 3. Ну как бы ладно. Теперь кое-что что заинтересует вас это парные токсацисты. Кто помнит раньше смеса часто их брали. В чем теперь суть. Требования по рамкам мастерства подняли с 8 до 11. Урон подняли с 70 до 75. Статус шанс подняли с 35 до 37. Пока что плохо ладно. Теперь дальше. Баф для парных токсацистов. Теперь можно продлевать. Если он все еще активный. То есть если он раньше висел. Типа продлевать его нельзя было. Теперь можно. Но. Парные токсацисты не рванули. В том плане что сам по себе баф теперь идет не 6 секунд. А 2. То есть я не знаю зачем теперь эта штука. То есть это как представляет предвестник. Который с хэра вышел. Он довольно бесполезный. Так и парные токсацисты стали бесполезными тоже. Потому что 2 секундный баф. Ну не стоит он того. Чтобы каждого моба бегать. Искать где у него там голова и выцеливать. 2 секунды слишком мало. Поэтому я думаю. Это не столько нерв токсацистов. Сколько нерв миссы. Потому что видимо под миссу точились. Это была очень замедленная реакция на миссу и парные токсацисты. Но эта вещь случилась. Поэтому придется нам как-то с этим мириться. Дальше Васта Прайм. Васта Прайм это наш револьвер праймовой версии. Что с ним сделали. Повысили ему требования по раму миссу с 3 по 10. Дальше повысили стату шанс и крит шанс с 20 до 22%. Крит урон умножить из 2 до 2,4 х. Уменьшили также ему отдачу при прицеливании. И уменьшили урон с 70 до 66. Опять плюс-минус. Тейлос Экболта. Что нам сделали с ними. Требования по раму миссуства увеличены с 6 по 11. Статус шанс увеличен с 12,5% до 29. Больше чем 2 раза. Крит шанс увеличен с 10 до 13. Но при этом урон уменьшен на трочку с 50 до 47. Но он таки обрадовал то, что тут был статус шанс увеличен. Но остальное довольно прохладные изменения. В Эккорд Мерлок ничего с ним не сделали. Кроме того, что бафнули ему мастерство с 5 по 10. То есть от нубов он стал еще дальше. Хотя представитель сам по себе очень хороший. Но ему ничего от этого не прибавили. А к стиле это прям та же история. Рамк мастерства с 5 по 10. Вот теперь предвестник, который он вспоминал. Ему чуть-чуть побафили. В частности его баф, который получался за что-то получается. За хатшоты тоже. Он теперь прибавляет плюс 20% статус шанс. Все. Больше ничего не делает. Соболезную. Как был бесполезный, так и остался. Декс Фуриус. Декс Фуриус это пистолетики-пулеменчики, которые выдавались в одном из мартов за юбилей в игре. Требование по рамку мастерства у нас поднялось с 5 по 10. Статус шанс, соответственно, подняли с 20 до 28%. И критический шанс с 10 до 14%. Прохладные бафы, но неплохие. Закти. Закти у нас пистолетик, который был в обоиме 3 патрона, который стрелял таксинами. Ему ничего не сделали, кроме того, что подняли требования по рамку мастерства с 6 по 10. Потому что разрабы, видимо, любят тапать оружку и дальше от новичков ее куда-то двигать. Видимо, стимулируют новичков для того, чтобы они, конечно, начали апать рамку мастерства и поняли, что это не бесполезно. Потому что, когда я начинал апаться, я не замечал, чтобы было прям сильно трудно получить оружку из-за того, что у меня не хватало рамку мастерства. Но вот тут тенденция такая просвечивается. Наши санктий кастанос. Вот эти вещи, которые как кастанос, которые можно было размещать как мины, но теперь санктий версия. Требования по рамку мастерства с 6 по 10 увеличили. Урон увеличился с 115 до 300. Очень неплохо, почти в 3 раза. Статус шанс увеличен с 15 до 34%. Критический шанс с 10 до 23. Крит урон увеличен с 1,5х до 2х. Причем, при тем, да, 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 также увеличена скорость полета снарядов. Также радиус поражения увеличен с 2 метра до 3. Мультишот также работает на снаряды в горизонтальном порядке. Но при этом, естественно, эти кастаны с санктий потяжелее. Можно с собой носить только 12, не 30. И на финишную прямую вперед. Мастерство 13 и 15. Что у нас тут по пистолетам? Лата Прайм увеличенный ранг мастерства 6 по 14. Но урон бафнули с 37 до 48. Пойдет. Сикарус Прайм, Лекс Прайм, Акликс Прайм, Баллистика Прайм. Соответственно, увеличили требования по мастерству. Сикарус Прайм был 4, стал 14. Лекс Прайм стал 4, стал 14. Акликс Прайм был 8, стал 15. Что поставило одним из самых топовых потребований в мастерстве оружия. Очевидно, нерв. А те, кто знает. И Баллистика Прайм был 7, стал 14. Поэтому вот такие дела. Вот такие дела у нас с пистолетиками. Но это не вся вторичка. Не обольщайтесь. У нас есть еще такая категория, как дробовички вторичные. Но тут поменьше представителей, поэтому вперед. Требования по рамкам мастерства с 0 по 3. Бронка. Бронка бесполезнейший для меня. Дробовичок. Но давайте смотреть. Урон увеличен с 38 до 40 за пулю. Что за изменения, я не знаю. Статус шанс с 20 до 22. Крит шанс с 2,5 до 6%. Минимальные изменения. Зачем они вообще произошли, я не знаю. При этом Ак Бронка ровно такой уже. Все повторяется. Но как бы я плавно. Даже повторять не буду. Просто и грязь. Требования по рамкам мастерства с 4 по 6. Детрон. Детрон вещь, про которую я вообще забыл. Не знал, что она тут делает. Но она тут очевидно что-то делает. Статус шанс увеличен с 20 до 32%. Крит шанс увеличен с 2,5 до 4%. То есть основа по вафле стату шанс. Но это все. Как бы ладно. Брак. Брак наш пистолетик. Который я даже не знал, что он дробовичок. Но как бы этот пистолетик выбивается с гракстракской тройки. Хорошо на что пошло. Это дедфон в зануке. Что сделали с браком. Бафнули статус шанс с 15 до 17. И тот же самый скрит шанс с 15 до 17. Все. Бронка прайм. Что с ним произошло. Требование по рангу мастерства было 3,5 до 4. И крит шансовый через 2,5 до 6. Тоже бесполезные изменения. Но как бы ладно. Дальше у нас категория оружия к 7 по 9 ранг. Парные роги. Они добавили с войны внутри. То есть своего рода кува оружия. Что произошло. Рагм. Уроны сталкнули с 8 по 9. Урон набафнули нам с 40 до 47 совокупный. И статус шанс с 15 до 33%. То есть это довольно-таки весомо. Кто любитель парных рогов, обратите на это изменение внимания. Статусы просто повсюду. Больше чем 2 раза. И Мара Детрон. Тоже самый Детрон. Который приносит только нам теперь Барк и Терыч. Урон увеличен с 30 до 32. Статус шанс с 20 до 32% увеличен. И крит шанс увеличен с 5 до 8%. И дальше у нас идет единственный представитель этой категории. Как мастерство с 10 по 12 ранг. Это Габуронка Прайм. Что сделали. Это первый случай, когда понизили требования по рангу мастерства. В 10-10 до 10. И при этом бафнули оружие. Крит шанс, например, был 2,5 и стал 6. Ну как бы спасибо. Но данная категория оружия никогда меня особо не интересовала. Так что бог с ними. Дальше снайперки. Вы думали, забыли мы про винтовки? Нет. Они продолжаются. Теперь в виде снайперок. Требования ранга мастерства с 0 по 3. Снайптрон. Что сделать со снайптроном? Ему баф на немножечко урона был. 175 стал 180. То есть 5 единиц урона. И статус шанса добавили с 10 до 12. Зачем? Непонятно. Вектис. Вектис ему что сделали. Это уменьшили требования по рангу мастерства. В какой-то веке не увеличили, но уменьшили. С 3 до 2. Вулкар. Наоборот, повысили. Был нулевой ранг мастерства, стал третий. Теперь мастерство с 4 по 6 категория. В частности, такая снайперка, как Рубика, которую я не вижу всеми фибрами своей души. Что с ней сделали? Мастерство подняли с 5 по 6. Статус шанс с 5 до 12%. И крит шанс с 25 до 30%. То есть, очевидно, снайперка довольно-таки критовая стала. Спасибо ей за это. Снайптрон Вандал. Повысили ей требования по рангу мастерства с 0 по 5. Статус шанс с 15 до 16%. Да, он что-то давно не появлялся. 1% маньяк. Ну ладно. И критический шанс увеличен с 25 до 28%. Ладно. Дальше у нас идет требование по рангам мастерства с 7 по 9. Тут у нас только один представитель. Ултер-призрак. Соответственно, и подняли просто мастер ранг с 0 по 7. И увеличили урон с 250 до 273. Боже мой. Изменяем. Все. Дальше у нас идет требование по рангу мастерства с 10 по 12. Что у нас тут произошло? Ланка. Ланка это тоже корпусовская такая снайперка, которая стреляет, сдаряжаясь. Что ей сделали? Повысили требование с 7 по 10 ранг. Теперь быстрее с ним выстрел наносит не 100 урона, а 200. Вернее будет наносить, так как патч еще не вышел. И ей увеличили скорость полета снаряда. Что, в принципе, неплохо, потому что ланка очень медленно стреляет. Но урон у него довольно хороший. И Вектис Прайм. У нас идет в следующую категорию группы снайперок. С 13 по 15 ранг. Единственный тоже представитель. Что сделали Вектису Прайм? Увеличили требование мастерства с 3 по 14. Увеличили урон с 325 до 315. И крит шанс тоже бафнули на 5% с 25 до 30. Вот такие дела по снайперкам. В принципе, снайперок немножко бафнули. Но не то, чтобы сильно. Хотя ланка мне заинтересовала. И фактически дали в 2 раза больше урона. Теперь последняя категория. Луки. Луков тоже не особо, чтобы много. Поэтому через эту категорию мы прорвемся быстро. Финишная прямая. С 0 ранга по 0... Вернее, с мастерства по 0 по 3. У нас есть один представитель луков. Это Парис. Ему, соответственно, подняли мастерства с 0 по 3. Поэтому на 0 ранге, не знаю, вы только сможете МК-1 Парис взять. И теперь Парис сам по себе заряжается не 1 секунду. Вы надеваете тетиву. Да, я и сказал надевайте. Заряжается не 1 секунду, а 0,5. То есть в 2 раза быстрее. Хорошо. Дальше у нас идут представители класса мастерства с 4 по 6. И страх. Что мы сделали со страхом с нашим луком? Ему сделали то же самое. Повысили требования Парагума с 0 по 5. И теперь заряжается в 2 раза быстрее. Раньше был секунду, а стало 0,5. И дальше идет у нас Кернос. Такой лук. Цернос Кернос. Что мы сделали? Повысили требования Парагума с 0 по 6. Заряжается также в 2 раза быстрее. Был секунду, а стало 0,5. Бафнули урон. Был 200, а стало 220. Бафнули стату шанс. Стал 10, стал 18. И крит шанс. Бафнули был 30, стал 36%. Довольно-таки неплохой лук получился, между прочим. Так. Теперь требования у нас по лукам, которые мастерство с 7 по 9. Что нам тут сделали? Муталистки Цернос. Кернос, Цернос. Теперь мастерство нужно не 5, а 7 для этого лука. Заряжается также в 2 раза быстрее, как и все луки. По секунды. И стату шанс учит с 45 до 49%. Если это не самый максимальный шанс статуса из всех оружий, то я не знаю, что это такое. 49%. Алло. Ну, как муталист Цернос, он был всегда таким самым показательным по статусам. И тут это передалось. Теперь Парис Прайм. Парис Прайм. Мы подняли требования по раму мастерства с 4 по 8. Соответственно, заряжается он тоже в 2 раза быстрее. Теперь только полсекунды. И заряженный выстрел наносит теперь не 200 урона, а 260. Заряженный месяц до полностью. И последнее оружие. Вперед. Которое у нас представители класса мастерства с 10 по 12. Дайкю. Дайкю. Тут самый лук. Амбашу с ним сделали. Повысили, во-первых, требования мраговой мастерства с 0 по 10. Физический урон. Теперь у нас раньше он как был распределен. 20% удара, 60% пронзания, 20% разреза. Теперь 30% удара, 40% пронзания, 30% разреза. То есть немножечко пронзания туда-сюда. Также теперь заряжается этот лук не 1,75 секунды, а 1 секунду. Также крит шанс теперь не 20%, а 30%. Но сам по себе урон уменьшен с 5,100. Совокупный до 420. Можно было бы пошутить про 420 Блэйзит. Но, в общем, нерфанули немножечко лук. Хотя кто знает, кто знает. Надо тестить. И Кернес Прайм. Вот он у нас есть. Мастерства повысили с 0 по 12. Заряжается полсекунды. И статус шанс был 10. И стал 30. Все. На этом у нас все это дело заканчивается. Мы все ружько обозревали. Наверное, специально даже таймикоды везде поставлю, чтобы вы все это дичь не смотрели. Если вы хотите какое-то конкретное оружие. Но, тем не менее. На этом оружие все. Разрабы сказали то, что на самом-то деле эти цифры не окончательно не могут поменяться. Но, опять-таки, не забываем, что лучевое оружие тоже скоро будет преобразовываться. И при этом охранительная особенность. Не трогали оружие ближнего боя. Так что, эти изменения либо будут, либо не будут. Так что, будем смотреть. В любом случае, когда этот патч сам по себе появится, неизвестно. Потому что разработчики написали, что довольно скоро. И обозревание этого патча мне заняло больше часа. Кошмар. Кто это вообще смотреть будет? Алло. Ладно. Надеюсь, я побыл вам в качестве переводчика. Если вам нужна была моя помощь, ассистирование в качестве... Или же мое мнение в качестве отдельно взятых оружий. Надеюсь, я вам чуть-чуть пригодился. В любом случае, заглядывайте ко мне на стримчанские. Мы там уже будем ждать промоохранительща, ждать патчики и т.д. Так что, все, ребят. Надеюсь, вы отмучились или же проскипали до конца. За всем... Все. Отдыхайте. Всем всего. Всем удачки. Вы все молодцы. И всем пока.